Здравствуйте, в эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня мы будем говорить о коронавирусном заболевании, о том, как себя правильно в этот период самоизоляции вести беременным и детям. Точнее, эту информацию, конечно же, должны знать их родители. Поэтому для всех родителей и для беременных дам обязательно к просмотру. У нас сегодня по видеосвязи заместитель министра здравоохранения Амурской области Елена Михайловна Мирлас. Она и будет рассказывать нам. Здравствуйте, Елена Михайловна. Здравствуйте, Евгения. Елена Михайловна, давайте расскажем про вот эту вот категорию, которая, наверное, самая незащищенная все-таки в данной ситуации, но не всегда себя такой считает и не всегда адекватно ведут себя. Поэтому давайте вот про беременных и детей объясним, почему они находятся в непростой ситуации в нынешнее время. Конечно же. Беременные женщины – это особое состояние у женщин, которое характеризуется физиологической иммуносупрессией. Это раз. Что такое иммуносупрессия? Можно сразу объяснить? Да, это снижение иммунитета. Второй момент, который также будет влиять на течение инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом, это имеющиеся физиологические изменения у беременных женщин. Они более склонны, конечно же, к генерализации инфекционного процесса. Ну и, конечно, о физиологическом течении беременности мы сейчас говорим крайне редко. Это всего 40% от всех беременных. Поэтому многие беременные имеют исходную фоновую патологию. Это и различные заболевания экстрагенитальные, заболевания легких, кистационный сахарный диабет, которые также будут утяжелять течение коронавирусной инфекции. Плюс ко всему мы имеем плод, который также не защищен от воздействия вируса. К сожалению, в настоящее время есть риск внутриутробного инфицирования плода. Поэтому мы настоятельно рекомендуем беременным женщинам строго соблюдать режим самоизоляции. Для их диспансерного наблюдения максимально созданы все комфортные условия. Патронаж сейчас беременных производится на дому. В женские консультации женщины приглашаются только для проведения необходимых скринировых исследований. Все остальное, я так понимаю, можно сделать дистанционно, находясь дома, да? Конечно же, да. Не исключена и связь по телефону. В настоящее время это очень доступно для беременных женщин. Поэтому всем возникающим вопросом они могут связываться с регистратурой поликлиники, с докторами, которые их наблюдают, и получить грамотные консультации. То есть, правильно, посыл мы услышали. Беременным женщинам стоит сидеть сейчас дома, не подвергать риску ни себя, ни своего будущего ребенка, и по возможности все решать дистанционно. Правильно? Правильно. Это будет очень грамотная позиция. В случае, если действительно беременным нужна медицинская помощь, то здесь порядок действий такой же, как всегда? Конечно, беременная женщина обращается по телефону, если это уже явные признаки остеререспираторной вирусной инфекции, вызывает на себя врача на дом. Если это экстренные показания, конечно же, это вызов скорой медицинской помощи. Что касается детей, тут мне, конечно, хочется особо с вами поговорить, потому что многим родителям, безусловно, не просто со своими малышами приходится сейчас дома и на улице так тепло, и, конечно, они предпочитают выходить туда и гулять с детьми. Но давайте объясним, чем это чревато. Конечно же. По многим литературным данным говорится о том, что эта коронавирусная инфекция не так опасна для детей. Но дети у нас также имеют и различные преморбидные факторы, которые будут осложнять течение заболевания. Кстати, тяжелее коронавирусная инфекция протекает у подростков, на которых мы должны обратить особое внимание. Им необходим режим самоизоляции. Клинические проявления коронавирусной инфекции у детей возможны различные. От легкого течения острой респираторной вирусной инфекции, к сожалению, до острого респираторного дистресс-синдрома и даже септических осложнений. Поэтому, конечно же, в первую очередь легче предотвратить такие серьезные осложнения. Елена Михайловна, вот еще недавно говорили о том, что дети не подвержены каким-то серьезным последствиям коронавирусной инфекции. Сейчас уже об этом речь не идет, я так понимаю, да? Ну, конечно, дети также уязвимы. У них возможно и поражение верхних дыхательных путей в виде ринофаренгитов, и также, к сожалению, поражение нижних дыхательных путей уже с развитием бронхитов, пневмонии различной степени тяжести. Вот. Поэтому очень часто у детей происходит коинфекция с другими респираторными вирусами, а это момент, утяжеляющий течение заболевания. То есть по факту он может болеть не одним заболеванием, а сразу несколькими, да? Несколько возбудителей могут вызывать ту же самую пневмонию, да, которая будет тяжелее поддаваться терапии. Что делать? Как наблюдать за своими детьми? В каких случаях обязательно звонить врачам? Конечно же, при малейших проявлениях острой респираторной вирусной инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью. Вот. Если это температура, явные признаки вирусной инфекции, опять-таки рекомендуем вызов врача на дом. Вот. Если это экстренная помощь, экстренное состояние с признаками дыхательной недостаточности, на что родители должны обращать пристальное внимание, это изменение краски кожных покровов, это изменение чистоты дыхания, да, это участие в вспомогательной мускулатуре. Вот в таких случаях это только вызов скорой медицинской помощи. Вот давайте прям конкретно по признакам, да, вы сейчас перечислили, чтобы родитель понимал, на что конкретно он должен обратить внимание. То есть как определить, да, что, допустим, недостаточность какая-то у лёгких, вот каким образом? Вы смотрите, во-первых, на чистоту дыхания. Видно, когда у ребёнка учащается чистота дыхания, у него возникает дата. Это визуально можно отметить. Смотрим на окраску кожи лица. Если мы видим малейшие признаки синюшности, циамоза, мы его называем, сначала в области носогубного треугольника, на лице, вот, затем на это нужно очень внимательно обращать внимание, да. Ну и, конечно же, здесь могут быть не только признаки дыхательной недостаточности, абдоминальный синдром, то есть даже расстройство пищеварения, диарея, это тоже может сопутствовать коронавирусной инфекции. На это нужно обращать особое внимание, чтобы дети у нас не теряли, да, жидкость. Родители должны следить за их состоянием. Ну что ж, Лена Михайловна, вам спасибо огромное. Я надеюсь, что родители после нашей с вами беседы будут очень внимательны по отношению к своим детям. Спасибо вам. А я напоминаю, что сегодня мы общались по видеосвязи с Еленой Михайловной Мирло, с заместителем министра здравоохранения Амурской области. Вы смотрели в центре внимания. До скорой встречи и будьте счастливы. Продолжение следует...